МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия в студии». Для вас работаю я, Елизавета Болдрева. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Главное, чтобы соседи тоже не загорелись. А то, черти, что будет твориться. Хоть бы такого не было. Семилетняя девочка с мамой погибли в пожаре в Аше. В пользу своими служебными положениями она заказывала посылки, зная заранее, что она не будет оплачивать их. Бывшую начальницу почты судят за махинации с посылками. Водители отечественного автомобиля обвиняют в ДТП на трассе. Семилетняя девочка не выжила при пожаре в Аше. Ночью она была дома, видимо, спала. На месте ЧП работали 30 огнеборцев, но спасти ребенка они не успели. Главное, чтобы соседи тоже не загорелись. А то, черти, что будет твориться. Хоть бы такого не было. Кадры с места ЧП. Двухэтажный дом горит. По данным МЧС, пламя вспыхнуло около 11 часов вечера. Когда пожарные приехали, дом уже полыхал. Пламя перешло и на надворные постройки. Сообщается, что в этот момент внутри была семилетняя девочка и ее мама. Женщина с дочерью не выжили. Отца семейства с ожогами доставили в больницу. Пожар тушили 30 огнеборцев, приехало 10 автоцистерн. На место ЧП приехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причиной пожара, по предварительным данным, послужила неисправность электрооборудования на дворных постройках или неисправность газового отопления. Рассматриваются оба случая. По предварительным данным, пожарный извещатель в этом доме не стоял. По поручению губернатора Бориса Дубровского, в домах малообеспеченных и многодетных семей, а также семей из группы Риска, ведется установка этих приборов. Соответствующие распоряжения дано главам городов и районов. В 2018 году пожарные извещатели были установлены более чем в 600 частных домов. В этом году, по поручению главы региона, работа будет продолжена. Пожарными извещателями планируют оснастить жилье полутора тысяч семей. Сообщается, что с начала 2019 года произошло 15 случаев, когда такие приборы спасли жизни людей. Добавлю, после пожара в Аше проверку начали в Следственном комитете. Неисправный холодильник стал причиной смерти хозяйки квартиры в Златоусте. Скорее всего, пенсионерка отравилась угарным газом. Вот кадры с места ЧП. Было обнаружено, что вся квартира задымлена, двухкомнатная квартира. В кухне было обнаружено незначительное горение холодильника, которое сразу удалось ликвидировать подачей стволов. В ходе предварительной проверки было установлено, что в данной квартире проживала гражданка одинокая 30-го года рождения. По устной договоренности ее обслуживала также гражданка 75-го года рождения. То есть она ей помогала по быту, готовила пищу, ходила за продуктами, за лекарствами. И вот в очередной раз сегодня, на около 8 часов утра, пришла ее пронаведать. Открыла дверь и обнаружила, что вся квартира в дыму. Погибшую женщину обнаружили рядом с сгоревшим холодильником. Точные причины возгорания пока устанавливаются. Скорее всего, пламя вспыхнуло из-за неисправности холодильника. Приговор бывшей начальницы почты вынесли в суде металлургического района. Молодую девушку судят за то, что она якобы делала заказы через интернет, получала посылки, но не регистрировала их на почте. И, соответственно, не оплачивала. На лице маска, на голове капюшон. 23-летняя подсудимая прячет лицо от журналистов. Видимо, не хочет, чтобы ее узнали по телевизору. В зале суда девушка не в первый раз. Для нее это уже третье уголовное дело. Судя по материалам дела, подсудимая заказывала посылки в интернет-магазинах. Указывала адреса, которые относятся к почтовому отделению, где она работала. Когда отправление приходило, Челябинка вскрывала его, забирала товар. Но посылки не оплачивала и не регистрировала. Это вскрылось, когда магазин поинтересовался, куда пропадают посылки. Ревизия главпочтампа, проведенная на почтовом отделении, выявила недостачу. Выявила, нашла вот эти четыре посылки. Начальник почтового отделения, наша подсудимая, призналась, была уволена. Сегодня она в процессе прошел в особом порядке, потому что ходатайство заявила сама подсудимая. Она вину признала. Всего, по данным следствия, девушка присвоила себе четыре посылки. Известно, что до этого она была судима за такие же преступления. Но тогда с почты ее не уволили. И вот, когда вскрылось еще одно нарушение, подсудимой придется искать другую работу. По решению суда, 23-летняя Челябинка получила четыре года условного наказания. А на почте в центре Челябинска тоже нарушение. В этом уверены пользователи социальной сети. В одной из групп появилось видео, как сотрудница отделения связи выбивает талоны сама себе. Вот та самая женщина стоит около автомата электронной очереди. На общение явно не настроено. Вы какую услугу хотите себе оказать? Сколько вы талонов распечатали? В комментариях к этому видео пользователи Всемирной Паутины предполагают, что таким образом дама пытается повысить статистику почты. Однако в пресс-службе организации нам ответили, что в этом отделении был сбой в работе. Сотрудники якобы пытались сами перезагрузить автомат-регистратор, но потом решили вызвать специалистов. Те восстановили работу электронной очереди. Тем не менее, на почте России проведут служебную проверку. Жителя Варнинского района нашли мертвым недалеко от Карталов. Мужчина замерз насмерть. Как сообщает Карталинское интернет-издание, мужчина заблудился в лесу. Ночью якобы звонил по номеру 112, назвал фамилию, сказал, что находится недалеко от села Великопетровка. На поиски выехали спасатели, но мужчину, по данным издания, не нашли. Погибшего якобы обнаружил егерь. Причины ЧП пока выясняются. Полицейские изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы у двух южноуральцев. Так у жителя Верхнего Уфале забрали гладкоствольное ружье, обрез ствола, часть огнестрельного оружия и боеприпасы разного калибра. По данным МВД, хозяин всего этого оказался фигурантом двух уголовных дел. Незаконная охота и незаконное хранение оружия. Теперь в отношении него возбуждено еще одно, третье уголовное дело. А житель Карабаша, по словам полицейских, оказался незаконным владельцем ружья и патронов. Составлен протокол об административном правонарушении. Массовая авария в центре Челябинска. Столкнулись четыре легковушки, но этим дело не закончилось. Во время объезда ДТП с линии слетели рога троллейбуса. В нашем распоряжении есть кадры момента ЧП. Сначала проезжую часть не поделили две иномарки – БМВ и Киа. Затем эту аварию решил объехать троллейбус не смог. У общественного транспорта слетели рога с линии электропередач. Позже в нескольких метрах столкнулись еще две легковушки – Ниссан и Шевроле. Я ехал на Шевроле, влочеки, на зеленый цвет. Объезжаю, товарищ, объезжая аварию, встретился со мной. Я проезжал год по полосе, тут было свободно, я ехал прямо. Я проезжаю прямо, в это время получил удар в левую часть призыва. Позже троллейбус смог продолжить движение. На место выехали сотрудники ДПС и аварийный комиссар. Благо, никто не пострадал. Счасточные причины аварии выясняются. А в Златоусте судят виновника аварии на трассе. Осенью прошлого года недалеко от города столкнулись отечественные автомобили и большегруз. Не обошлось без пострадавших. Вот этот мужчина был за рулем отечественного автомобиля. Явно волнуется. Вину свою признает. По данным следствия, в начале ноября прошлого года рано утром он оказался на встречной полосе. Протаранил большегруз. От удара фура вылетела в кювет. Водитель многотонника травм не получил. А вот виновнику ДТП и его пассажирам потребовалась помощь медиков. При этом один из попутчиков пришел в суд и Зла на водителя не держит. Тигран находился в этом же автомобиле и также подвергал не только по нашу жизнь опасности, но и свою. Поэтому хотел бы халатальствовать о минимальном мере наказания. То есть вы на строго мотанайне настаиваете? Не настаиваю. Наоборот хочу, чтобы более лояльно кому отнеслись. В итоге мужчину лишили водительских прав на полтора года. Приговор еще может быть обжалован. Незваная гостья забежала на одно из златоустовских предприятий. В объектив камеры наблюдения попала лиса. Рыжая красавица, видимо, пришла из соседнего леса. Вот она, лесная гостья. В комментариях к этому видео пользователи сети шутят, что лиса решила устроить себе экскурсию по предприятию. Потом она, видимо, убежала обратно в лес. Отмечу, с такими рыжими красавицами стоит быть на стороже. Они могут переносить беженство. Тем временем челябинских студенток напугал мужчина без штанов. Одежду он снял прямо перед окнами института. Все происходящее очевидцы засняли на видео. Ты меня не понял, что ли? Я сейчас позвоню и вызову полицию. Иди отсюда. Вот эти кадры. По словам студентов, на замечания мужчина никак не реагировал и продолжал стоять у окон института. Явно не смущается. Но когда ему пригрозили вызвать полицию, любитель показать себя якобы одумался и оделся. А после убежал. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Сегодня речь пойдет о церемонии вручения премии «Щит и роза». В студии генеральный директор Челябинской ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Сергей Спиридонов и председатель оргкомитета, участник ансамбля «Ариэль», заслуженный артист России Борис Каплун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова